компании кгб по дискредитации членов политбюро шелепина и романова андропов видел в них соперников смерть министра обороны маршала гречка 76 год несчастный случай с косыгином 76 год косыгин перевернулся на лодке на байдарке и его спасли но он заработал воспаление легких в общем уже здоровье он полностью после этого не восстановил смерть кулакова 78 год это был член политбюро по официальной версии умер от инфаркта по неофициальной версии его нашли с простреленной головой в его собственной квартире гибель машерова 80-й год машеров был первый секретарь коммунистической партии белоруссии за он должен был сменить косыгина в должности председателя совета министров советского союза через и вот когда он погиб он погиб за 10 дней до пленума где он должен был сменить косыгина смерть очень странная за три дня до гибели к машерова у него сломался его бронированный автомобиль его отдали в починку он стал ездить на обычной волге и вот в эту волгу на огромной скорости врезался грузовик и в лепешку то есть семидесятые годы прошла смерть череда очень странных смертей знаковых фигур людей которые могли претендовать на серьезные ведущие позиции в советской верхушки с красной строки противостояние мвд скобочках н.а. щелоков министр внутренних дел и кгб андропов противостояние мвд щелоков и кгб андропов компания по дискредитации членов семьи брежнева и косвенно его самого дело в том что у брежнева была очень такая беспутная дочь которая была замешана в торговле драгоценными камнями и андроповский кгб очень активно эту тему раскручивал вот нечистоплотности ближайшего окружения генсека таким образом замарывая и самого брежнева смерть суслова февраль 82 года это очень странно это была очень странная смерть дело в том что суслов старался никогда не попадать в кремлевскую больницу по болезни но он туда лег сказать на обследование обычная вечером он позвонил дочери сказал что завтра все у него в порядке завтра его выписывают что она может за ним заехать она приехала и говорят отцу стало плохо его дали какие-то таблетки якобы ему стал плохо дали таблетки и он после это очень быстро умер избрание андропова вторым секретарем цк кпсс андропов занял место суслово планы брежнева его ближайшего окружения по передаче поста генерального секретаря щербицкому это был первый секретарь компартии украины член политбюро планы брежнева его ближайшего окружения по поста генерального сектора щербицкому на ноябрьском пленуме 82 года на ноябрьском плену и цккпсс . внезапная смерть брежнева дело в том что есть мемуары нескольких людей в которых говорится что брежнев поставил в известность андропова что после ноябрьских праздников состоится пленум на котором он брежнев станет по почетным председателем кпсс а генеральным секретарем то есть реальным хозяином станет щербицкий это был первый секрет ком партии украины как я вам уже сказал очевидцы говорят что после встречи с брежневым где андропова было об этом сказано андропов должен был вести это естественно этот пленум андропов вышел на нем не было лица и брежнев который вроде бы нормально себя чувствовал брежнев умирает через несколько дней после этого с красной строки избрание андропова генсеком цк кпсс очень интересно само избрание дело в том что вот щербицкий в это время был с визитом в соединенных штатах америки и американцы не дали ему вылететь в москву где шло поле заседание политбюро по выборам нового генерального секторя они сказали не летная погода но его могли перебросить с одного аэропорта из одного штата в другой мог вылететь то есть создаются впечатления что американцы совершенно сознательно придержали щербицкого чтобы он не стал наследником прежнего